шар радиусом r заряжен с объемной плотностью которая зависит от расстояния до центра надо найти зависимость напряженности от расстояния до центра и зависимость потенциала до расстояния до центра расчет будем вести с помощью теоремы Гаусса сначала найдем напряженность поля за пределами шара когда у нас расстояние до центра больше или равно радиусу шара для того чтобы найти напряженность поля в этой точке мы должны использовать теорему Гаусса таким образом выбираем сферу интегрирования очевидно в силу сферической симметрии в виде сферы радиусом r маленькая это не круг а сфера с сфера радиусом r малая и записываем для нее теорему Гаусса поток вектора е через нашу пунктирную поверхность радиусом r маленькая радиусом r маленькая будет равна единиц разделить на епсилон с ноликом сумма зарядов находящихся внутри нашей сферы с внутри нашей сферы с находится заряды в пределах вот этого шара поэтому мы должны посчитать общий заряд шара ком весь заряд в шаре ну первая левая часть терема Гаусса легко рассчитывается поскольку у нас нормаль ds и напряженность поля совпадают напряженность поля направлена всегда от центра шара в силу соображений семей говорят а ds это перпендикуляр нормаль к поверхности направлены наружу они коллинеарны поэтому скалярное произведение вырождается произведение модулей ендс и поскольку у нас все точки поверхности находятся на одинаковом расстоянии от центра то во всех точках напряженность поля будет равна константе поэтому можно вынести знак интеграла останется е интеграл по ds смысл этого интеграла таков это у нас суммарная площадь всех вот таких маленьких площадочков ds очевидно что она равна площади сферы 4pi а сфера у нас радиусом r маленькая поэтому здесь 4pi r маленькая в квадрате и получается е умножить на 4pi r маленькая в квадрате левую часть терема Гаусса преобразовали правая часть терема Гаусса будет у нас определяться этим интегралом значит нам здесь надо будет dv очевидно свести к r dr а в качестве dr мы выберем здесь буквой а обозначим радиус вот этой маленькой сферы а буквой d а обозначим приращение шарика радиуса шарика и dv это у нас будет вот этот заштрихованный объемчик dv если вы пройдете по ссылке которая здесь указана то вы увидите расчет этого dv ну несколькими способами и расчет еще других величин там ds которые часто встречаются в физике это dv как показано в этом ролике записывается таким образом 4pi a в квадрате умножить на d a и у нас a будет меняться от 0 до r большого поэтому в левой части в правой части терема Гаусса интеграл преобразовывается таким образом ρ от r на dv будет равен единице на epsilon альфа r подставляем ρ и в качестве видео вместо dv пишем вот это вот а квадрат умножить 0 до a от 0 до r большого r r r альфа умножить на r это у нас будет как раз а вот тут ввели переобозначение такое и у нас получается альфа 4pi выносим константы 4pi альфа деленное на epsilon с ноликом интеграл а в кубе но d a от 0 до r большого очевидно первообразная будет равна а в четвертый 4pi альфа а в четвертый деленное на 4 epsilon с ноликом от 0 до r или после сокращения четверки получим pi альфа r в четвертый делить на epsilon с ноликом это у нас правая часть а это левая часть а это правая часть теорема гаусса и мы их приравниваем е здесь у нас r маленькая это расстояние до выбранной нами точки которая совпадает с радиусом сферы который мы нарисовали пунктируем это наша сфера которой реально нет нужна он для теоремы гаусса s сфера е умножить на 4pi r маленькая в квадрате равно pi альфа r в четвертый делить на epsilon отсюда e находим она будет пи у нас сократится и будет альфа r в четвертый делить на 4 epsilon с ноликом единица на r в квадрате очевидно что график зависимости напряженности от r внутри сферы от 0 до r будет определяться такой формулы единиц на r в квадрате это значит ой что-то не так r в квадрате здесь здесь будут взаменатели а это мы снаружи еще здесь у нас конечно будет такой такой вид и меньше причем на границе причем на границе на при r квадрат равном r здесь у нас получится альфа на r в квадрате деленное на 4 epsilon с ноликом это мы нашли напряженность за пределами шара и м и и